Здравствуйте! Мы продолжаем нашу передачу «Слово эксперту». Сегодня у нас в гостях руководитель Центра медицинских экспертиз, врач, студент-медицинский эксперт Заикин Андрей Александрович. Здравствуйте! И сегодня мы хотели бы поговорить о таком вопросе, вот с которым сейчас очень актуально к нам все обращаются. Это рождение человека, рождение ребенка. Соответственно, это роды, родовоспоможение. Если же все-таки случилось какое-то несчастье, необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы. Я бы даже посоветовала обращаться сразу к экспертам, а не бегать туда-сюда по врачам, а вам необходимо сразу же, чтобы вас и обследовали на раннем этапе, да, правильно я говорю. Скажите, с какими документами к вам необходимо обратиться? Какие вам нужны документы предоставить для того, чтобы вы могли сделать правильный вывод на поставленный вопрос? Ну, во-первых... И какие вопросы должны перед вами поставлены быть? Ну, во-первых, это медицинская карта беременной и женской консультации, ее копия. Потому что подлинник, он должен храниться в женской консультации, а копию женщина имеет право получить на руки. А если роды происходили в стационаре, то на женщину при поступлении заводится история родов. Так называется меддокумент. Вот. При рождении ребенка заводится история новорожденного. Тоже меддокумент. Вот эти все медицинские документы женщина может получить в стационаре, написав на имя главврача заявление о том, что прошу выдать копию истории родов и истории новорожденного, указать фамилии и имя отчества своей и своего ребенка. Это регламентирует федеральный закон 323 о защите здоровья населения Российской Федерации. В частности, статья 22, пункт ее 5, что больной, в данном случае роженица, имеет право получить копии медицинских документов, причем, обращая внимание, заверенные копии может получить, написав заявление по заявлению на имя главврача того или иного стационара или медицинского учреждения. Вот. И вот с этими медицинскими документами обращайтесь к нам. В принципе, вопросы, они не везде одинаковы. И определившись, что же случилось с женщиной, мы поможем составить вопросы ей для проведения, либо это в судебном порядке, и документ тогда будет называться заключение эксперта, или в досудебном порядке, тогда женщина получит на руки заключение специалиста. Хотя разница будет только в том, что нас не предупредят по 37-й статье, поскольку это, да, юридически такая. Здесь чисто я объясню просто как юрист, здесь разница в статусе. Эксперт – это процессуальный статус, который получает специалист в той или иной области в момент вынесения определения либо постановления о назначении той или иной экспертизы и поручения тому или иному специалисту, либо судом, либо органами следствия, либо уже руководителем экспертной организации непосредственно конкретному специалисту. И тогда он приобретает процессуальный статус эксперта и, соответственно, дает подписку по 307-й за заведомо ложное заключение. И все. Как только он написал свое заключение, отправил его в суд, но было рассмотрено, дело там, скажем так, рассмотрено было, он опять возвращается в тот же самый статус. Я говорю не про должность, не про профессию, а именно то, что касаемо процессуальных норм. Процессуальные нормы – это эксперт, это статус. Ну, а в остальном эти два документа абсолютно идентичны. Почему? Потому что мы также руководствуемся и в том, и в другом случае нормативно-правовыми актами нашего государства. И основное в нашей работе – это объективность, достоверность того, что мы исследуем и какие выводы мы делаем. Поэтому и так, и так будет правильно, и это решение уже за человеком, который к нам обращается. В общем-то, помочь мы ему можем. Ну и надо еще также сказать, чтобы у людей было понимание, что не всегда кажущаяся им дефектовка – это действительно имевшее место плохое отношение со стороны врача, со стороны клиники, где он находился. Не надо забывать о том, что если у женщин имелась патология, и врачи приложили все усилия, которые могли, и ввели ее на этапе до родового, и в родах, и правильно она поступила в стационар должный, но имеет место или травматизм в момент, или, допустим, ну, конечно, страшно говорить, или смерть новорожденного, да, то, которое предотвратить невозможно было, то здесь, естественно, никакого дефекта оказания медицинской помощи, вины врачей не будет. И вот эти ситуации мы также можем, когда принесут нам документы, мы объясняем это обратившимся к нам, чтобы они понимали, что есть действительно дефект оказания медицинской помощи, и все последствия это неправильное оказание медицинской помощи, а есть те заболевания, которые к этому ввели, и предотвратить их врачи не могли. Насколько могли, они настолько ввели эту больную, больную беременную, к родам, к возможности ее нормально родить, но получилось то, что получилось, и здесь они не виноваты. Спасибо, Андрей Александрович, за интересную беседу. Я надеюсь, наша сегодняшняя тема была интересна, была полезна. Ну что, после такого... Ну, вообще, могут быть вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы постараемся ответить на них. Желаем не встречаться с такими случаями, после которых, конечно, могут понадобиться наши услуги. Всего доброго, до свидания.